антибиотики появились на земле совсем недавно всего лишь 100 лет назад и согласитесь было такое ощущение что с их помощью мы будем побеждать бактерии всегда и везде но бактерии оказались этим не согласны они постоянно меняются и приспосабливаются и становятся устойчивыми то есть резистентными это значит что мы движемся в ту эпоху когда окажемся беззащитными против бактерий любые раны и инфекции смогут снова стать смертельными мы будем в том же положении в котором были несколько веков назад но только с гигантской плотностью населения настоящее время устойчивые к антибиотикам бактерии стали третьей по распространенности причиной смерти в мире и по некоторым прогнозам выйдут на первое место в 2050 году все это может окончиться катастрофой меня зовут Егор я кандидат биологических наук и научный сотрудник института теоретической экспериментальной биофизики в своей практике я немного занимался разработкой противобактериальных препаратов именно поэтому сейчас постараюсь объяснить вам почему эта тема так важна и как вообще человечество собирается выходить из сложившейся ситуации антибиотиков много они разные и по-разному работают дело в том что бактерию можно убить кучей способов например можно не давать ей питаться или не давать копировать свою днк или ломать клеточную стенку и так далее представьте себе бактерию как самолет в котором можно сломать любой из тысяч механизмов так чтобы он больше не взлетел только в отличие от самолета бактерии умеют меняться и приспосабливаться на каждую палку в колесо у них появляется свой ответ и давайте посмотрим как быстро это происходит это эксперимент гарвардской медицинской школы которые еще иногда называют арены эволюции перед нами такое своего рода корыто петри которая залита питательной средой с добавлением антибиотика 3 метаприма по краям антибиотика нет но к центру его концентрация увеличивается все выше и выше бактерии без труда приспосабливаются к единичной концентрации далее с налета берут десятичную и сразу сотенную не пройдет еще и двух недель а мы уже получим бактерии устойчивые к тысячекратной концентрации антибиотика в мире сейчас происходит тоже самое мы использовали антибиотики неаккуратно и по сути создали новый вид загрязнения обычно когда мы говорим про загрязнения мы представляем себе какую-то лужу рядом с которой все живое умирает но антибиотик это очень специфический загрязнитель если мы допустим выливаем в какое-нибудь озеро бочку антибиотиков то сразу же там погибнет миллиарды бактерий но кто-то все равно из них обязательно выживет получит устойчивость и приспособленность когда неделю спустя мы вернемся к этому озеру самого антибиотика как загрязнителя мы можем уже и не найти но мы совершенно точно найдем нечто худшее мы найдем устойчивых к этому антибиотику бактерий и это уже будет биологическое загрязнение теперь если на этом озере будет купаться человек и подхватит там инфекцию а ему пропишут антибиотик тот самый который сливали в воду то он не поможет человек умрет от антибиотикорезистентной бактерии потому что препарат просто не сможет убить тех бактерий которые к нему уже привыкли но с этим на самом деле легко справиться не помог первый антибиотик назначим 2 не помог он назначим 3 антибиотиков много и можно их перебирать пока не встретится реально работающий но вот проблема стали появляться случаи когда не справился уже ни один антибиотик то есть появились бактерии устойчивые ко всем нашим антибиотикам в прессе это назвали смертью от супер бактерии и таких смертей все больше причем сама та бактерия никакая не супер она абсолютно обычная может быть изучена вдоль и поперек она точно так же как и раньше живет размножается и точно так же как и каких-нибудь 300 лет назад нас убивает просто как и 300 лет назад мы ничего не можем с ней сделать так вот ваш генетический тест вы ждали что у вас есть гены викинга но только те что отвечают за бордой умение петь в море но у меня и бороды нет и пою я неважно в пятом поколении у вас были в роду итальянцы мамма миа вот почему я так люблю пиццу отец как-то объясняет что я люблю порядок нет это потому что вы дева еще вы на три процента являетесь тираннозавром подождите ну как я могу быть тираннозавром они вымерли у нас нет общих предков откуда вы знаете просто я прошел курс level 1 генетика как все устроено на курсе только самая свежая и точная информация от биолога егора мусин разбираемся в генетике и делаем это нескучно слушаем лекции проходим квизы смотрим и придумываем мемы ну и общаемся в чате 6 недель плавного погружения в предмет доступ остается у вас навсегда узнаем стоит ли винить маму за вредный характер и какие болезни можно передать детям как много мусора в нашем днк бывают ли мутации полезными и возможно ли появление супер людей поговорим о старении вирусах и стволовых клетках дарим скидку 30 процентов на этот и любые другие курсы level 1 до 28 марта история психология искусство жизнь других стран у нас есть курсы для всех успевайте выбрать и учитесь вместе с нами окей а что по-вашему говорят гены они говорят что вы шарлатан верните деньги я их лучше на курс потрачу а так ну может я вам хотя бы натальную карту составлю нет спасибо до свидания то что мы сказали про озеро может произойти хотя эта ситуация скорее гипотетическая реальность еще страшнее и она глубже она буквально внутри нас мы сами принимаем антибиотики и внутри нас как и в том же озере может возникнуть устойчивая к ним бактерия причем не обязательно это даже будет бактерия опасно это может быть вполне себе родная нам кишечная палочка мы антибиотик ты не ради нее пили мы и зла не желали но она просто окажется посреди чужого поля боя но это случайная и безопасная бактерия может передать свое ново приобретенное свойство кому-нибудь рядом например бактерии опасной тогда она начнет размножаться и убьет человека это называется горизонтальный перенос генов бактерии действительно умеют буквально обмениваться кусками днк раздавая удачный ген всем соседям и это можно уже назвать генетическим загрязнением когда мы говорим про устойчивость к антибиотикам очень важно понимать что это не про какой-то новый вид бактерий а про новый ген теперь свободно гуляющий между всеми бактериями сразу горизонтальный перенос генов открыли сто лет назад и сделал это фредерик гриффит 1928 году он работал с возбудителем пневмонии со стрептококом и вкалывал мышам безопасные и опасные штаммы этой бактерии если вкалывал безопасные мыши оставались живы если вкалывал опасные мыши умирали пока все просто именно этого мы и ожидаем если опасный стрептокок нагреть то он погибнет клетки разрушатся все бактерии мертвы и это можно вколоть мышам тогда мыши останутся живы звучит логично убитая бактерия не убивает нас но дальше гриффит обнаружил удивительную вещь если смешать убитые опасные бактерии с безопасными то это смесь тоже убивает безопасные бактерии подобрали генетический материал оставшийся от убитых опасных бактерий и встроили этот материал в себя конкретно в случае эксперимента гриффита безопасные бактерии подобрали ген полисахаридной капсулы которая защищает бактерии от иммунитета носителя. И аналогичным образом это может случиться и в случае бактерии антибиотикорезистентной. Если она погибнет, то ее ген резистентности может подобрать любая соседняя клетка. На самом деле бактериям даже не обязательно погибать, чтобы поделиться своими генами. Они умеют их передавать на живую, как будто бы протягивая руку. Дело в том, что у бактерий есть основное ДНК. Вот оно большое и в виде замкнутого кольца. И помимо него в клетке может быть еще много маленьких колечек ДНК. Такие колечки тоже содержат гены. Из этих колечек тоже считываются белки. И именно такими колечками бактерии могут как раз обмениваться. Это маленькое колечко ДНК мы называем плазмида. И эти плазмиды по сути уже не бактерия, а другое живущее в бактерии существо. Это симбионт. Эти плазмиды сами решают, когда и как себя копировать. Они сами решают, когда передаваться другим бактериям. Потому что гены для такой передачи тоже записаны на плазмиде. Получается, что это другой вид, который просто живет в бактериях и захватывает все новые клетки. Эти плазмиды тоже со временем меняются. Как и на большом ДНК, на них происходят мутации и иногда появляются новые гены. И если ген оказался полезным, то у бактерий с такой плазмиды резко появляется преимущество перед всеми окружающими. Плазмида помогает бактерии и заставляет бактерию себя распространять. В итоге в какой-то момент мы обнаружим, что в маленьком микробном сообществе такая плазмида есть уже у каждого. Точно так же это происходит и с геном устойчивости к антибиотикам. Вот есть какой-нибудь пенициллин, и это молекула в виде пятигранника с квадратиком рядом. И благодаря такой форме пенициллин мешает бактериям строить свою клеточную стенку. Он ломает им синтез пептидгликана. Кстати, у людей пептидгликана нету. Поэтому пенициллин для нас и безопасен. Мы можем колоть его сколько угодно, он все равно атакует те механизмы, которыми мы не наделены. Но бактерий много, ДНК в них много и плазмид у них тоже много. И на всем на этом постоянно происходят какие-то изменения. Идут мутации. Методом по сути случайного перебора иногда появляются и новые гены. И рано или поздно появится ген, способный справиться с пенициллином. Это может быть, например, ген фермента бета-локтомаза. Это такие маленькие ножнички, которые пенициллин режут в области того квадратика. Давайте уточним, чтобы бактерии это не от большого ума придумали. Они просто все время делятся. В них все время что-то меняется и получается все подряд. Иногда получается что-то полезное. Ну, например, бета-локтомаза. Если такой ген появился на плазмиде, то это очень полезная теперь плазмида. Вместе с ней распространяется и устойчивость к пенициллину. Очень скоро мы найдем такую плазмиду у всех соседних бактерий, даже других видов. И вот еще раз, почему это так опасно. Представьте себе ситуацию. Человек заболел, начал принимать антибиотики и потом выздоровел. То есть перебил всех плохих бактерий и живет дальше. Казалось бы, все хорошо. Но пока человек антибиотики принимал, они воздействовали на все бактерии в его теле. И ген устойчивости к антибиотику возник, скорее всего, в той бактерии, которых у нас в организме просто больше всего. Возник в какой-нибудь бактерии кишечника. Человек живет спокойно и даже не знает, что какие-то бактерии его кишечника теперь могут справляться с антибиотиком. Проблемы начнутся, если в этого человека вновь попадет бактерия опасная. Она получит ген устойчивости от его родной микрофлоры и антибиотик в следующий раз уже не поможет. Именно поэтому я и назвал это генетическое загрязнение. Наш главный враг и главная угроза это не бактерии, а гены устойчивости, плазмиды. И таких плазмид, свободно гуляющих между разными видами бактерий и защищающих их от разных наших антибиотиков, становится все больше и больше. Динамика того, как это происходит, постоянно отслеживается. Постоянно берут пробы из воздуха, воды и почвы, высаживают бактерии и смотрят, какой процент из них к каким антибиотикам устойчив. Иногда это, кстати, делают вообще напрямую. То есть берут всех бактерий сразу, перемалывают их на специальные мельницы с микрошариками и вот в образовавшейся суммарной каше определяют процент встречаемости того или иного гена, даже особо не разбираясь, из какой конкретно бактерии он вывалился. Это называется хологеномное исследование. А иногда это делают на живую. То есть высаживают бактерии на чашки Петри, рядом капают антибиотики и смотрят, вокруг каких антибиотиков бактерии совершенно спокойно растут. В любом случае учеными доказана достаточно очевидная вещь, количество антибиотикорезистентных бактерий и их встречаемость тем больше, чем больше продажа антибиотика в данном регионе. Но есть и хорошая новость. Мы точно знаем, что с этим делать. Все очень просто. Перестать подбрасывать бактериям больше антибиотиков. Исчезнут ли гены резистентности после этого? Нет, не исчезнут. И только потому, что эти гены были всегда. Тогда задолго до того, как человек выделил свой первый пенициллин, задолго до появления человека, где-то в земле уже были бактерии к пенициллину устойчивые. А это потому, что не мы пенициллин изобрели, мы его всего лишь открыли. Мы достали его из грибов, которые выделяли антибиотики против бактерий на протяжении всей истории. И тогда, и сейчас в любом кубометре почвы сам по себе без всякого человеческого участия, может появиться ген устойчивости. Просто потому, что это совершенно нормальное течение войны грибов с бактериями. Так что даже если мы внезапно полностью откажемся от антибиотиков, гены устойчивости к ним все равно не исчезнут. Их будет просто становиться все меньше, меньше и меньше, и они вернутся к своему естественному природному фону. Вы можете спросить, а с чего бы бактериям вообще от таких замечательных генов отказываться? Мы их спровоцировали. Этих генов теперь гуляет много. Так почему их может стать меньше? Все просто. Дело в том, что, грубо говоря, гены атрофируются, если ими не пользоваться. Тащить на себе лишний ген, который уже не востребован, это то еще удовольствие. Плазмида, которую клетка тащит на себе вдобавок к основному ДНК, вообще-то надо обслуживать. Ее надо копировать, тратить на нее ресурсы, считывать с нее уже ненужные белки. И в мире, в котором, представим, нет антибиотика, преимущество получат как раз бактерии без лишнего гена и без лишних затрат. Так что да, если в одно и то же место постоянно антибиотик не лить или один и тот же антибиотик постоянно не принимать, то очень скоро не останется и бактерий к этому антибиотику устойчивых. И даже если сохранится сама плазмида, она может просто перестать работать, утратить тот самый ген. Почему вообще гены атрофируются, а плазмиды ломаются? Дело в том, что ДНК у бактерий не защищено. У них нет внутриклеточного ядра для этого. И поэтому мутации, то есть любые поломки в бактериях происходят очень и очень часто. И в данном случае это нам на руку. Да, с одной стороны из-за постоянных мутаций у бактерий возникают новые гены. Но по этой же причине у бактерий еще постоянно гены и ломаются. Просто на это наложен определенный отсев. Если у бактерий сломался важный ген, то она перестает делиться и умирает. Мы ее не видим. А если сломался ген ненужный, то это для бактерий даже полезно. И она продолжит размножаться. И ее потомки этого гена иметь уже не будут. Пока мы куда-то льем антибиотик, ген защиты от него крайне важен. И если он ломается, то и бактерия сразу умирает. Выживают только защищенные. Но стоит нам перестать, и мутации возьмут свое. Этот ген сразу же начнет ломаться, и для бактерий это будет даже полезно. Оно закрепится. Но возникает закономерный вопрос. А как же мы можем отказаться от антибиотиков? К счастью, это нам не потребуется. Будет достаточно всего лишь их правильно принимать и лучше контролировать. И это сейчас вовсю делают. Во-первых, вводят антибиотики в список рецептурных препаратов. И действительно, если мы все договоримся принимать их только и только по назначению врача, это очень сильно сократит проблему. Конечно, необходима и разработка новых антибиотиков. И она тоже вовсю продолжается. Разнообразие антибиотиков нам будет нужно всегда. Потому что еще один подход к решению проблемы – это чередовать антибиотики и не давать бактериям привыкнуть к какому-то одному. Например, если у больницы в запасе всего один или два антибиотика, и они постоянно назначаются, то очень скоро в этой больнице появятся бактерии, устойчивые именно к этим двум антибиотикам, и прописать что-то против нее врачей будет нечего. Так было, например, совсем недавно с ковидом, когда в больницы попало одновременно огромное количество ослабленных людей. Многие из них умерли не от самого вируса, а от пневмонии легких. То есть от бактерии, которая просто в ослабленных людей попадает. И во многом эта высокая смертность объясняется тем, что бактерии в больницах устойчивы к тому, чем больницы лечат. Это логичное следствие пандемии. Одинаковые антибиотики принимает огромное количество людей в одном месте. Идеальный инкубатор для выведения устойчивой к этим антибиотикам бактерии, что и происходит. Именно на этот случай и нужно разнообразие антибиотиков, чтобы можно их было постоянно заменять и не давать бактериям привыкнуть. И именно поэтому прием сверхновых, недавно разработанных антибиотиков идет вообще в стерильной зоне, в инкубационном пространстве, лишь за тем, чтобы ни одна бактерия из такой комнаты со своими генами не выскочила. Еще есть идея использовать против бактерий вирусы. Как и грибы, вирусы бактериям не товарищи. Вирусы вообще для всех паразиты. И с бактериальной клеткой вирус будет делать то же самое, что он делает с клеткой, ну допустим, человека. Он впрыскивает в клетку свое ДНК, и это почти то же самое, что и плазмида. Только в отличие от порядочной плазмиды, ДНК вируса не помогает клеткам, а моментально разрушает их. Вирус начинает бесконечно себя копировать. И на это тратятся все ресурсы. Все аминокислоты клетки уходят на то, чтобы постоянно считывать вирусное ДНК и делать капсулы для новых вирусов. И очень скоро вирусы в эти капсулы залезут и клетку разорвут. В вирусах мало что приятного, и у нас с ними у самих хлопот много. Но вот в чем фокус. У нас и у бактерий вирусы разные. Противобактериальные вирусы называются бактериофаги. И мы можем совершенно спокойно и безопасно их принимать. Мы можем их модифицировать и даже создавать новые. А недавно еще начали разрабатывать для них и специальные контейнеры. Например, полиэлектролитные микрокапсулы, с помощью которых можно доставить вирус в любой отдел кишечника. Наконец, мы можем вооружиться даже другими бактериями. Бактериями-хищниками. Они выглядят вот так. Это бделловибрион. И он, по сути, ведет себя как вирус. То есть, проникает в чужую клетку, выедает ее изнутри, размножается и, в конце концов, разрывает. Такими бделловибрионами мы можем побеждать даже супербактерии. И хоть и ограничено, но это уже делают. Антибиотикорезистентные бактерии – это очень страшно и очевидна проблема. Но человечество об этой проблеме знает и хочется верить с ней справиться. Тот страшный прогноз ВОЗ о количестве смертей – это не предсказание. Это как раз стимул, чтобы что-то начать делать. Такая, собственно, у ВОЗ задача – выявлять плохие тенденции и как можно громче о них всех предупреждать. И это работает. Все больше и больше стран подписывают протоколы о правильном использовании антибиотиков. И все больше и больше научных групп занимается этой проблемой. Ну и мы с вами, когда очередной раз проговариваем, что нельзя пить антибиотики без назначения врача, ни в коем случае не надо их принимать просто так, на всякий случай, или что курс антибиотиков надо обязательно допить до конца, тоже в решении проблемы помогаем. И хочется верить, делаем мир немного лучше. А на сегодня все. Меня по-прежнему зовут Егор. Увидимся с вами здесь, на ютубе или на лекциях портала LevelOne.